Ареса. Надежная и безопасная техника для вашего дома. Ареса. Профессиональный подход. Партнер показа – Рестабар «Белый Лис». Город Могилев, улица Первомайская, 31А. Друзья, всем привет! Это новый выпуск проекта «Готовь как шеф». Меня зовут Евгений Жавронков и сегодня мы вместе с вами приготовим вкусное блюдо – лапшу по-тайски с креветками. Оставайтесь с нами. Благодарю партнера выпуска, генерального партнера компанию Ареса за предоставление возможности делать эти выпуски для вас и нашего партнера Рестабар «Белый Лис» за предоставление локации и продукты. Сегодня мы будем готовить лапшу по-тайски с креветками. Очень вкусное, простое и полезное блюдо. Давайте я вам сразу расскажу, что в него входит. Для приготовления лапши по-тайски вам понадобится яичная лапша, креветки, зеленый лук пером, грибы и шампиньоны, либо шитаки, болгарский перец, свежая морковь, лук, кунжутное семя. Здесь у меня еще такой ингредиент, как засушенные водоросли, вакамы и салатчука. Ну и последний, не менее важный ингредиент в этом блюде – это арахис. Итак, что мы сегодня будем делать? Яичная лапша, друзья, варится очень быстро. Нам необходимо всего лишь вскипятить воду, подсолить ее в кипящую воду. Забрасываем лапшу по-тайски и отставляем. Пока мы будем готовить основную начинку, лапша доготовится. Пока вода нагревается, давайте перейдем к нарезке овощей. В первую возьмем морковь. Срежем с одной стороны вот такую пластину. Нарезаем пластинами. Вот такими тоненькими пластиночками. И затем все это нарезаем соломкой. Получается вот такая вот тоненькая соломка. Репчатый лук. Его необходимо нарезать пером. Половина луковицы будет более чем достаточно. Вода практически закипела. Лук, морковку подготовили. Теперь подготовим шампиньон. Его также нарежем пластинами. Вот такими слайсами. Вода закипела. Отправляем туда яичную лапшу. Погружаем ее в воду. И как я вам говорил, здесь у меня есть водоросли вакамы. Они сушеные. Чтобы они обрели свой естественный вид. Их необходимо добавить в воду. Вот так хорошо. Все здесь. Лапша запаривается. Мы ее пока отставляем в сторону. Сюда ставим сковороду. И разогреваем. Добавляем немного растительного масла. И все овощи, перец, лук, морковку обжариваем на хорошо раскаленной сковороде. Чтобы они сразу жарились. Пока сковорода не нагрелась, мы еще не успели порезать болгарский перец. Поэтому исправляем это сразу. Его также нарезаем тоненькой соломочкой. Сковорода разогрелась. Забрасываем овощи. И все. И не дрогаем их пока не ворочим. Ничего с ними не делаем. Оставляем их зажариться. Партнер показа – компания «Ареса». Надежная и безопасная техника для вашего дома. «Ареса» – профессиональный подход. Итак, друзья, я даже вам затрудняюсь передать аромат, который сейчас на моей кухне. Овощи у нас практически готовы. И сюда осталось нарезать креветку. Сочетание лапши с овощами и креветками – это уже довольно-таки классическое сочетание, которое распространилось не только в Азии, но и в Европе, и в странах СНГ. У нас это стало чаще применяться. К примеру, всем известной стала паста с креветками и соусом песто. Овощи готовы. Креветку разрезаем вот так вот вдоль. Она у нас предварительно очищена. Когда креветка будет обжариваться, она свернется таким хвостиком, что в блюде выглядит красиво. Само сочетание, мне кажется, пасты и креветки – это такое блюдо, которое никогда не будет смотреться блекло и будет всегда радовать визуально и по вкусовым ощущениям ваших гостей, людей, которые пробуют это блюдо. Овощи готовы. Забрасываем сюда креветку. Креветку также обжариваем на большом огне, чтобы процесс жарки происходил очень быстро, иначе креветка станет резиновая, если ее томить на маленьком огне. Вот так, здесь температура все. У нас все готово, делаем температуру поменьше. Лапшу мы проверяли. Она готова, нам осталось ее перебросить в сковороду к остальным продуктам. Поэтому аккуратно достаем. Видите, уже водоросли как распарились. И это всего лишь часть. Вторая часть у меня в сотейнике. Подливаем немножко воды с лапши. Сейчас все это протушится. Все ароматы, которые у нас прилипли к сковороде от овощей, они сейчас отойдут. И выйдет очень хороший соус. Все, и теперь опять же продолжаем принцип быстрой жарки. Теперь, чтобы завершить это блюдо, мы сюда добавим соус под тай. Это азиатский соус, тайландский, да? Такой кисло-сладкий вкус у него. Очень интересный, и к этой лапше он очень хорошо подходит. Вот так добавляем его. Также сюда балансируем сладость в блюде. Для этого у меня всегда есть соус терияки. Немножко добавили, потому что терияки, он концентрированный, и поэтому он может легко перебить вкус остального блюда. Теперь мы все вот это вкусное дело перемешиваем. Ах, какой аромат! Кажется, так бы и съел уже прямо сейчас. Но еще рано, и не все ингредиенты добавлены. Основная лапша у нас готова, поэтому мы можем ее выкладывать уже на тарелку. Креветочки у нас попадали все в одну сторону, вот так вот немножко их распределим по всей лапши, чтобы это красивее смотрелось. Теперь в это блюдо, как я и говорил, мы добавляем салат из чуки. Он также очень богат витаминами, очень полезный салат. Добавили салат. Теперь сверху у нас идет кунжут. Посыпаем кунжутом. Здесь у меня зеленый свежий лучок. Его нарезаем под таким косым углом. Вот так вот нарезали. Добавили немного лука. И теперь, как я и говорил, очень важный ингредиент в лапше по-тайски, вот в такой вариации, это арахис. В арахисе много полезных жиров и много белка. Поэтому открываем кофемолку и немного его раздробим. Совсем немного, делаем просто пару нажатий. Раз и два. Партнер показа – компания «Ареса». Надежная и безопасная техника для вашего дома. «Ареса» – профессиональный подход. Отлично. Все готово. У нас получилась арахисовая крошка. И ее мы посыпаем сверху. Вот здесь еще видно целые кусочки арахиса. И все, друзья, блюдо готово. Одно из самых важных правил в приготовлении этого блюда. Точнее, два, а то и три правила. Первое – это запарить лапшу перед тем, как делать начинку. Второе – это есть это блюдо горячим. Ну, а третье – делиться. Этим блюдом со своими друзьями, близкими. Увидимся в следующей серии. Смотрите все выпуски проекта «Готовь как шеф» на нашем YouTube-канале и группе ВКонтакте. Увидимся в следующей серии с новыми рецептами. Приятного аппетита и до встречи в Белом Лисе. АРЕСА – надежная и безопасная техника для вашего дома. АРЕСА – профессиональный подход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АРЕСА – субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...